Следующая серия наших воскресных прогулок с вами начинается с обзора здания Греческого театра и направляемся мы в Греческие сады, вон туда. Смотрите предыдущие видео, где я рассказываю о фуникулёре. Многие спрашивают, так что это видео по запросу фуникулёре Монджуик. И видео из археологического музея, который похож на погружение в прямом смысле в древнюю историю. Как её искали те, кто опускался в глубины морей для поисков сокровищ. Вот здесь греческие сады, и мы туда с вами идём. Итак, мы с вами карабкаемся по такой внушительной лестнице. Вон там археологический музей. Вот там греческий театр. И карабкаемся мы в греческие сады. Зрители моего канала уже эти сады видели. Но каждый раз можно увидеть что-то новое, даже в знакомом месте. Давайте мы с вами увидим тут такие перголы. Что тут тоже есть давьющиеся растения. Но правда, они ещё не всю перголу оплели. Это сады, конечно же, новодел. Ну, давайте вскарабкаемся до конца и рассмотрим всё по порядку. Итак, если пойти в противоположную сторону от перголы, можно попасть в следующую перголу, которая гуще заплетена бьющимися растениями. Но сейчас зима, поэтому, сами понимаете, с листьями, а тем более с цветами, напряжёнка. Даже в Средиземноморье, хотя встречаются. И вот здесь можно быстрее попасть в сад. различные павильоны в духе, так сказать, соответствующие стилю. И от павильона вот такая садовая площадка мы с вами здесь сейчас походим. Я, кстати, в прошлый раз тоже была здесь в такой холодный период. Ну, всё равно это интересно. В любое время года природа хороша. Природа леса, природа парка. Вот такие клумбы здесь фигурные. Из сада открывается вид. Такой сделан, видимо, этот вид в стиле такой сельской пасторали. Но в то же время в греческом таком стиле, в модернистском. Ну, вообще, манжиик полон парками до отказа. И, можно сказать, тут один парк иногда перетекает в другой. Дальше там уже другой парк идёт. Мы с вами остаёмся в греческом. Кстати, вот этот парк Хардинс де Лариваль он идёт вот таким образом по склону вверх. Я его тоже снимала как-то. И вот этот ручей он есть и наверху. Вообще, здесь где-то в конце 19 века было очень популярно на выходные приходить и проводить время у различных ручьёв. Потом стали создавать парки. Когда была здесь всемирная торговая выставка, вот, началось существенное перестроение объектов на манжиике. Потом были этапы разные в конец 19 века. К 29 году многое построили в Барселоне. Потом в 70-е годы существенно перестраивалось многое что на манжиике. В 90-е годы, когда Барселона готовилась к Олимпиаде. Так что, периодически, конечно, происходит и ремонт готовых объектов, а также перестройка какая-то там, новые какие-то объекты. Но сейчас, конечно, новых объектов вряд ли следует ожидать. В основном направлены все усилия на поддержку существующих. Вот здесь естественное углубление в одном из склонов манжиика использовано под театр греческий. Причем он используется по назначению. Здесь ставятся какие-то постановки. Вот там сцена внизу есть. Вот такой зрительный зал. Вот. Ну, вообще, это именно так выглядели театры Древней Греции. Вот. Это новодел. Это не древнегреческий театр. И вообще, Барселона, как я уже сказала не раз в своих видео, это была римская колония в свое время, но не греческая. Хотя римская культура впитала в себя многое из греческой культуры, но все равно их отделяют друг от друга. Хотя, можно сказать, греческая культура плавно перетекла в римскую. Мы с вами ниже спустились. Здесь были зрительные места, ну, если это был бы настоящий театр Древней Греции, ну, и Древнего Рима, кстати, тоже. Это для более привилегированных особ. Там чем выше, тем беднее были зрители. вот тут сцена, а это оркестровая яма, скажем так. Вот. И там даже загорают сейчас на сцене. Ну, не знаю, солнца нет, но все равно загорают. Пантеон богов у римлян и греков был общим, можно сказать. В строительстве, да, были свои нюансы, но, в принципе, культуры очень-очень перекликаются. Хотя сами римляне еще в ту свою римскую эпоху разделяли вот это вот греческое там, чего-то там, да, какое-то проявление, а вот это римское наше. Вот так как-то. Зрительные места для привилегированных особ, чтобы им лучше всех все было слышно и видно. Актеры на постановках выходили вот из боковых частей сцены. Там занавеси были специальные. вот здесь вот с одной стороны вход. Могло бы быть два входа с обеих сторон. Привилегированные зрители восседали на вот таких отдельных сиденьицах со спинкой и с подлокотниками практически. Конечно, в реальной Древней Греции их сиденья устилали коврами, какими-то подушками для того, чтобы мягко и удобно было, так как представления могли быть очень долгими, но нельзя аж позволить такому знатному лицу какие-то неудобства испытывать. Зрители другие тоже могли чего-то там с собой приносить. так что это примерно так выглядело и в самой Древней Греции. Сиденье, где сидел глава города, глава провинции, например, вот так выглядела. Амфитеатры здесь сохранились в Тарагоне. и еще, если не ошибаюсь, на севере Испании тоже есть. Вообще амфитеатр положено было иметь, но амфитеатр это не театр, это полный круг, и внизу сцена круглая или овальная, и там сражались гладиаторы. Это не то, это театральное представление здесь давалось. В общем, без жертв, как правило. Ну, вот так это все выглядит в настоящее время, удачно вписанное вот в этот модернистский ансамбль всего сада. Верхний павильон, и мы с вами сейчас идем в сад позади, и дальше там сейчас невидный, нужно подойти к нему почти вплотную, сам греческий театр, а вот тут сейчас я поверну камеру, просто тут люди сидят, не хочется на кого-то направлять. Так, вот пергола еще одна, и вот этот павильончик, бассейн небольшой с фонтаном, такие бассейны были очень характерны для римских домов, ну, конечно, для обеспеченных римских домов, и галереи для прогулок в шарфую погоду, в холодную погоду для защиты от ветра тоже были характерны. Панорама, открывающаяся из греческого сада. галереи, если вы помните, я стояла внизу, в начале видео вы это могли видеть, и мы как раз с вами вверх вот этой галереи и видели, вот, где машины едут, оттуда я начала съемку, выйдя из музея, пришла сюда, так что, вскарабкайтесь сюда, не пожалеете, здесь красиво, много фоточек можете хороших, красивых сделать, вот в такой греческий сад на Манджуике. спасибо за внимание, всем пока!